Добрый день дорогие подписчики и гости этого канала. В этом видео я покажу свой процесс рисования персонажей. Конкретно на примере для своей игры Bloodlast, которая зарабатывается на Gameron 13. Сейчас у меня здесь уже готово несколько видов тайлов и так сказать образец персонажей, которого я рисовал видео под названием «Нарисую своего бро». И если вы еще его не успели посмотреть, то обязательно посмотрите, там много интересного. О том, как рисовалось все, что сейчас находится на этом экране, выйдет скоро отдельное видео. Поэтому не переживайте, вы ничего не пропустили. Ну что ж, поехали. По задумке мой персонаж это такой вампиреныш Гуль Вурдалак. Не знаю, как его еще можно назвать, но по теме конкурса главный герой должен быть злодеем. Для злодея я выбрал такую красную палитру. В принципе, здесь вся палитра состоит из нескольких составных, которые я смешивал между собой минут 15, чтобы все они сочетались с фоном, да и вообще между собой тоже смотрелись нормально. Вот, то есть работа была проделана уже не маленько, но тем не менее предстоит еще больше. А сейчас я как бы здесь все лишнее отодвину, чтобы оно не отвлекало. А вот у меня есть тут главный персонаж, скажем так. Но, опять же, это не главный герой, просто пока что он здесь единственный. Я его чуть-чуть переделаю и оставлю в качестве вражеского героя. И героя, в принципе, в прямом смысле, так как злодей уже у нас. В принципе, что мне сейчас нужно сделать? А я их специальность дублирую, так как на их основе буду создавать других персонажей, такой вот армии уклонов. Вот, но мне нужно, чтобы мой персонаж, во-первых, он должен выглядеть по-злому, то есть он уже должен вызывать какую-то агрессию, уже своим видом должен показывать, что он, ну как бы он не паинька, что он готов надрать вам задницу и вообще любит всех обижать. Вот, более того, учитывая, что это вампир, что он там пьет кровь, а как бы близкие такие цвета для него, это, конечно же, красный. И пока я продумывал о своем персонаже, а все, что мне приходило в голову, уже было реализовано в других играх, будь то Блудрейн, или в сериале Дневники Вампира, или вообще в каких-нибудь Сумерках. В общем, что бы я не пытался придумать, это уже давно все за меня придумали, поэтому я решил как бы особо далеко не ходить и пошел в Доту 2. И как раз все особенности данного персонажа я как раз таки взял для своего злодея. Первое, что я хочу сделать с этим персонажем, это убрать ему оружие, потому что он у нас не будет вооружен. Точнее, у него не будет огнестрельного оружия. Далее, я хочу сделать его позу более агрессивной. Для этого я наклоню его голову вперед и сотру ему эти руки. А что касается ног, я тоже их слегка переделываю. Теперь он немного похож на рокера, ему еще добавить такую электруху. А теперь, учитывая его позу, руки тоже следовало бы сделать так вот в разные стороны. А в качестве референса можно взять какого-нибудь своего знакомого с синдромом широкой спины, который постоянно строит из себя качка и раму. Вот здесь нужно как раз что-то вроде такого. Собственно, теперь поза уже больше походит на злодейскую, хотя сейчас мне кажется, что он просто больше напуган. И заднюю руку, пожалуй, я ему сразу затемню, чтобы она не сливалась с лицом. Отлично, так лучше. А теперь есть мысль сделать его чуть-чуть потоньше. Для этого я ему, во-первых, подвину ноги и сам торс. Сотруем его берет, так как у него все равно на голове будет кое-что другое. Можно еще поэкспериментировать с положением ног. Ну вот, теперь, в принципе, это больше похоже на ноги, чем на заниженные штаны Дисквайр. Окей, с позой мы, в принципе, здесь уже разобрались. А здесь, кстати, можно сделать что-то вроде такого кинжала. Точнее, даже не кинжала, а просто какое-нибудь холодное оружие. Опять же, за пример можно взять Блудсикера. Так, в принципе, такое положение клинка самое подходящее, на мой взгляд. И здесь теперь два таких момента любопытных. Так, значит, этого чудика я стираю. Башку ему снес. А здесь, в принципе, от одного пикселя будет зависеть то, каким хватом этот персонаж держит клинок. А сейчас это выглядит так, будто вот он стоит, у него меч вот так торчит, и вся его поза как бы говорит «Ты, ты чё, иди сюда!» То есть он его держит примерно как бы вот так вот перед собой. Ай, ну если здесь хват изменить вот так вот всего лишь одним пикселем, то уже выглядит так, будто он его держит как бы вот так вот обратным хватом. Кстати, такое положение тоже достаточно неплохо смотрится. Но, пожалуй, я оставлю ему всё-таки первый вариант. Это выглядит достаточно агрессивно. И ему это очень даже подойдёт. А теперь, разве что, ему следует добавить более светлые пиксели, чтобы как бы передать такой блеск. пожалуй, чтобы эта поза не выглядела как у гопника, я тоже ему эту руку уберу, а будто у него как бы две руки так вот назад. Ну, собственно, как у блудсикера тоже. А по сути, я делаю такого пиксельного блудсикера, только чтобы это не было слишком палевно. Конечно, те люди, которые смотрят это видео и увидят, когда игру в стиме, они будут знать всю правду. Но это вовсе не обязательно делать. Так, а я тем временем хочу добавить ему что-то вроде капюшона, чтобы закрыть ему большую часть лица. И несмотря на то, что у блудсикера, кажется, его не было, у меня он будет. В принципе, такой вид капюшона здесь достаточно неплохо заходит. И пока что я все делаю как бы теми цветами, которые уже здесь изначально были. А позже я чуть их перекрашу в тот, который уже нужен. В принципе, из этих чудиков можно будет сделать других персонажей, которые будут играть уже, так сказать, против нас. Например, вот этого убрать. Чтобы как бы были не только стрелки, но и такие вот милишники. А еще это можно превратить в лук. Так, ну ладно, мы слишком сильно отвлеклись уже на НПС. А вернемся к нашему главному персонажу. Значит, здесь я сначала возьму вот этот темный красный цвет и закрашу им вот эти темно-зеленые участки. И теперь уже более светлым я закрашу более светлые участки. Что, впрочем, это достаточно логично. Так, отлично. У него уже красная шапочка, которая в этой игре, к сожалению, волк. На теле здесь все-таки придется сделать какой-нибудь другой цвет. И вообще сейчас проверю саму эту палитру. В принципе, под черно-белым оттенком здесь все сочетается нормально. А впрочем, как и у всего, что здесь находится, я всегда проверяю через вот такие черно-белые тона. Вот, что и вам, в принципе, советую. А теперь, что я сделаю? У меня есть несколько вариантов. Первый, а сейчас только тут руки доделываю ему. О, значит, сразу сделаю несколько таких дубликатов. и все равно хочу ему вернуть эту опачу руку. Не знаю почему, но мне кажется, что с ней он интересней. О, кстати, можно ему масочку добавить. Почему-то я не допер до этого раньше. Только сделать ее придется все-таки немного другим цветом. чтобы так вот не сливалось. Значит, я открываю F6 и здесь слегка сбавляю. То есть, это должен быть свет между вот этим темным и между вот этим светлым. Конечно, он не такой-то и светлый, я знаю, но все же. Так, теперь на тело я, пожалуй, ему добавлю просто такого светлого оттенка, чтобы здесь как бы наметить тень. А маска у него получилась достаточно темной, что не очень хорошо, ведь читабельность теряется. И надо как бы его лицо тоже затемнить. В принципе, я просто сейчас это выделю и через Ctrl-U сбавлю ему яркость. Попробую даже через уровни слегка прибавить ему контрастности, что вовсе не обязательно, но тем не менее попробовать можно. И ради интереса попробую добавить вот такие светящиеся глаза. глаза. Но хотя бы для приличия можно попробовать сделать такими вот красноватыми. Чтобы они как бы не были чисто белыми. Но похоже, что чисто белые здесь будут смотреться актуальнее. так как черные здесь просто теряется. А черный можно попробовать добавить на более открытое лицо. Но даже здесь белый смотрится поинтереснее. окей, что касается ног, то здесь я скорее всего их сделаю просто черно-белыми. Так как это будет и по цвету нормально сочетаться. И просто сам персонаж будет выглядеть из-за этого лучше. Мне кстати попробую сделать ему сейчас маску тоже такой более квадратной. Потому что сейчас лицо у него слишком сглаженное. Так отлично теперь он уже выглядит более агрессивным и более ловким чем например силачом. Что достаточно важно так как сам персонаж если его опять же оценивать по рпг системе допустим то у него больше очков ловкости чем например выносливости. Однако есть еще пара моментов которые стоит учесть. Значит первый вариант вот допустим у нас первый вариант главного героя он меня по сути устраивает но тем не менее я хочу попробовать еще несколько вариантов. Например сделать как бы вот так вот капюшон без маски так по сути проще сделать так ампутируем ножки и пришиваем новые все готово а так рука гопника и тень под капюшоном которая будет пафосно закрывать его лицо слишком сильно слишком некрасиво слишком квадратно как все сложно в любом случае так он тоже смотрится неплохо а правда я забыл добавить несколько элементов а например светлую часть на тело так и сделать его руку более дрыщовской далее следующий момент мне не совсем нравится что здесь пиксели пересекаются то есть у него клинок практически прилегает к капюшону с одной стороны это неплохо смотрится именно в плане позиции а с другой стороны могло бы быть и лучше попробую сейчас еще сделать вот такую фишку вот теперь клинок конечно не такой изогнутый но тем не менее тоже выглядит неплохо а что ж не знаю какой из этих вариантов выбрать мне в принципе нравится оба но пожалуй вот этот вариант я выберу именно для игры за основного персонажа почему во первых из-за того что у него больше свободного места он лучше читается во вторых я скорее всего не буду добавлять глаза вообще ни одному из этих персонажей то есть как бы сама стилистика будет такая ну и теперь единственный момент нужно что-то еще придумать с руками чтобы они выглядели поинтереснее и более так сказать правильно и при этом как бы не сливались ни с лицом ни вообще со всем остальным тоже этот вариант продублирую а здесь попробую что-нибудь придумать так хорошо с этим персонажем можно считать мы уже закончили и можно приступать к врагам как бы в целом они меня и так устраивают но так как это персонаж из видео в стиле брофорс как бы я не хочу сейчас оставлять такой вот плагиат и поэтому сделаю немного по-своему так и что тут можно такого придумать как вариант можно попробовать сделать его выше чтобы они как бы изначально были крупнее чем наш персонаж так сейчас я оружие ему тоже пожалуй сотру но нет это слишком забавно так возможно тогда сократить расстояние между ног на 1 пиксель как бы забавно это не звучало и вообще как бы немного его так сузить так и теперь что-то вроде уха наметить можно что-то В принципе, добавив сюда глаза, персонаж уже стал как бы в другую категорию стиля, так как у Брофорса глаз, собственно, нет. Несмотря на то, что как бы первый вариант в стиле Брофорса мне нравится больше, это тоже, так сказать, претендует на призовое место в игре. Теперь разве что еще можно ему как бы руки покрасить нужный цвет. Ну вот, теперь он не выглядит таким жестким качком. Каким я бы хотел стать однажды. И даже несмотря на то, что у него здесь уже есть глаза, я думаю, это не станет причиной появления глаз у нашего в имперюге. Все-таки здесь капюшон и возможно, что он просто как бы эти глаза закрывает. Почему бы и нет. Что касается вот этого карлика-качка, здесь есть такой вариант. Также слегка прибавить ему в росте. И наоборот, его так расширить. Сделать из него настоящую жесткую раму. Так, да в принципе, пожалуй, можно его вообще сделать здоровым таким, плотненьким. Чтобы при этаном не увидел, у игрока уже сжималось одно место. Ему хотелось от него убежать подальше. Поэтому я ему снова как бы прибавлю так в росте. Только уже не в ногах, а в руках. Ну и вообще как бы в торсе. А и, пожалуй, здесь стоит слегка изменить его голову. А убрать как бы отсюда берет. И руки тоже здесь немножко подкрасить. Так, ну что ж, он уже выглядит довольно большим и жестким. А берет можно в принципе не убирать, наверное. Сейчас посмотрим, как вообще с лицом получится. А просто если я сделаю ему такое же лицо, то по сути это будет, так сказать, клон этого персонажа. Что не очень-то хорошо, когда все враги на одно лицо. Можешь ему усики сделать. Кстати, в последнее время мне нравится делать такую вот небольшую тень между глаз. И, так сказать, имитацию носа. Как-то попробовал в одном макапе и теперь во всех его делаю. Не знаю, просто нравится. А он так выглядит добряшкой. Так, ну и ему бы теперь оружие пожестче. Ну и, не знаю, может даже добавить ему что-то вроде маски, чтобы он выглядел пожестче. Так, позлее. Но, с другой стороны, мы все-таки делаем таких вот добряшек, которых мы будем убивать. Потому что мы злюки. И как бы хочется добиться такого эффекта, чтобы игрок действительно чувствовал себя злодеем, обижая вот таких вот миленьких пиксельных солдатиков. Хотя, мне было бы вообще пофигу. Так, мне интересно, что я думаю, и можно сделать ему пожестче именно оружие. Чтобы, как бы, уже внушало такое уважение и страх. А по сути, как бы, цвета можно оставить те же самые, но изменить саму фактуру. Что это за оружие, хрен его знает. Но, так как оно выглядит чуть больше и брутальнее, я думаю, ему оно как бы подойдет больше, чем вот такой вот маленький автомат Томпсона, который бы надо переделывать. Хотя, с другой стороны, он и неплохо смотрится здесь. Стоит изменить несколько вещей, и он уже будет похож на автомат Калашникова. А с другой стороны, я не хочу, чтобы эти ребята были русскими. Тогда мне реально будет жалко их убивать. Но, если подумать, то автомат Калашникова используется далеко не одними русскими. Поэтому, можно вставить. Так, ну что ж, теперь это больше похоже на автомат Калашникова. Ради интереса здесь сделаю что-то вроде приклада. Хоть это и не совсем корректно с точки зрения реализма. Но, блин, какой к черту реализм? Это все-таки пиксель и стиль достаточно комичный. Поэтому, я думаю, ничего страшного. Так, далее. В принципе, с большим братом тоже разобрались. А я, пожалуй, сделаю еще одного маленького, противного, вредного персонажа. А что это будет за персонаж? Это будет что-то вроде снайпера. Для этого я возьму главного персонажа. Отражу его по горизонтали. И покрашу его обратно в зеленый цвет. Хотя здесь придется выбрать цвет потемнее. И в зеленом цвете мне появилась идея сделать как раз-таки милишного персонажа. Который будет выступать в роли гопника и орать нам, опа, чё, иди сюда. Поэтому я ему сделаю тоже что-то вроде такого большого ножа армейского. Только тут такое дело. Все-таки это левая рука, а нож обычно держат в правой. В принципе, если сейчас получится его отразить по горизонтали, то ничего страшного не будет. Вот, и так вообще идеально. Так, теперь, чтобы он не был слишком уж похож на нашего персонажа, я ему сделаю цвет штанов такой же, как и у остальных солдатиков. Еще появился вариант сделать его, допустим, безоружным в этой руке. А в этой добавить ему, например, пистолет. Опять же, это левая рука, ну, блин. Просто, на мой взгляд, это будет неплохо смотреться. Хотя, походу, это будет плохо смотреться, потому что здесь все к чертям сливается. Ну, а пожалуй, не самый лучший вариант. Ну и ладно. Здесь, конечно, изогнутый клинок здесь выглядит достаточно эффектно, но, блин, тогда он будет очень похож на главного персонажа. А, кстати, у меня же есть здесь подобие ниндзя, которого тоже можно переделать под вражеского героя. Покрасить его в абсолютно те же самые цвета. Только глаза ему все-таки придется сделать либо черными, либо вообще убрать, либо сделать что-то вроде, не знаю, очков, может быть. Или даже вот такой вот маски. Кстати, маска смотрится достаточно неплохо. И почему-то мне только сейчас пришла такая мысль, какого хрена они одеты в летнее, когда за окном тут как бы снег лежит. Ну, впрочем, меня это всегда удивляло в американских фильмах, где идет снег, зима, а они ходят в футболках. В общем, чтобы не затягивать это видео, я сейчас сделаю еще несколько персонажей, опираясь абсолютно на те же самые принципы, а просто как бы ускорю процесс под музычку. Думаю, вам так тоже будет интересно посмотреть. Так что поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok